В Сыктывкаре сегодня выбирали лучшего призывника 2016 года. 40 молодых людей, которые отправятся защищать нашу родину уже этой осенью, боролись за право представлять столицу на состязаниях уже республиканского уровня. Будущие новобранцы стреляли из малокалиберной винтовки, разбирали автоматы, демонстрировали физическую подготовку. Евгений Иршов сообщит подробности. С каждым годом желающих служить в армии все больше и больше, отмечают организаторы конкурса. Откуда такое рвение, непонятно, но оно не может не радовать. Желающих принять участие в состязании тоже с избытком. Возможно, потому что его участники осенью на комиссии будут иметь некоторые преимущества. В проведении призывной кампании 2016 года вы лично будете выбирать места своей службы. Это один из приоритетных направлений, то есть куда захотите, туда и поехали. Я вам сразу скажу, чтобы надежда у вас всегда была в критике. Разборка, сборка автомата Калашникова, потягивания на перекладине, стрельба из малокалиберной винтовки, челночный бег. Все эти испытания на сегодняшних соревнованиях обязательно встретятся призывникам в самой армии. Так что подходят к конкурсу ребята с особым трепетом и выкладываются по полной. Впрочем, все они отмечают принцип «каждый сам за себя» здесь не работает. Армия – это командная работа. Лучше с ребятами, так лучше будет. И если ты один чем-то занимаешься, это уже как-то другое. А если ты уже вместе с ребятами все это делаешь, это уже интереснее, и ребята у тебя уже не отдаляются. Это интересно. Лучшего призывника выберут в каждом муниципалитете КОМИ. Абсолютного победителя выявят уже на общереспубликанском конкурсе. В августе ребятам предстоит провести несколько дней в военно-полевом лагере в Карткеросе. Условия там максимально приближены к армейским. Так что будущим новобранцам приходится нелегко. Многие участники, конечно, стрессовые у них ситуации. Большая часть, конечно, скептически относятся. Но есть и такие молодые люди, которые даже приходят сами. Они участвуют, чувство патриотизма у таких молодых людей есть. И они именно целенаправленно идут участвовать в конкурсе, чтобы служить. Все участники нынешнего конкурса говорят, служить в армию пойдут непременно. Потому что только она превращает вчерашних мальчишек в настоящих мужчин. Евгений Ершов, Павел Люленмин, телеканал Юрген, Сыктывкар.